всем привет привет мои дорогие любимые подписчики гости моего канала добро пожаловать на мой канал diamond dream кто со мной не знаком меня зовут марина и я приветствую вас у себя в гостях и сегодня буду делать для вас очередной расклад на традиционную регулярную тему что происходит его жизни прямо сейчас использовать сегодня мы будем колоду тару апокалипсиса задумывайте пожалуйста вашего партнера и мы посмотрим какие энергии сейчас его сопровождают что у него в жизни происходит его мысли его намерения его эмоции в отношении вас но в общем все те вопросы которые мы смотрим всегда напоминаю что по вопросам моего обучающего курса если вас интересует обучение тару вы мечтаете обучиться делать и трактовать расклады вам нравится моя энергетика обращайтесь пожалуйста на мой ватсап ссылочка на него находится под каждым видео на официальном сайте канале вернее на ю тубе пишите мне обучение я с вами свяжусь и все вам расскажу благодарю вас мои дорогие за поддержку канала и хочу вам сказать что я просто очень очень вас люблю и так что происходит его жизни прямо сейчас колоду тару апокалипсиса посмотрите как сейчас некое такое прояснение в его жизни происходит как будто что-то изменилось в каком плане что-то выяснилось что-то прояснилось порой по вот этому аркану бывает так что как гром среди ясного неба как будто некая тайна стала явная либо то что его мучило наконец-то прояснилось выяснилось что-то но вот вот такое такой аркан еще это может быть период когда ему нужно принять какое-то решение а может быть даже поставить какие-то цели и начинать разрабатывать план действий двигаться вперед то есть четко поставить какую-то цель здесь может быть несколько направлений информации я вам их озвучила так теперь давайте посмотрим кстати по выяснению отношений я уже сказала но повторюсь потому что очень часто бывает прям выяснение отношений прояснение чего там какие энергии уходят сейчас из его жизни и что наоборот сменяет какие энергии сменяют ну да действительно у него не только конфликт какой-то был вот этот туз мечей который на дне колоды нам подтверждается таким арканом что был какой-то конфликтный момент с кем-то давайте посмотрим что происходит его жизни прямо сейчас да девочки перемены либо уже сейчас происходят либо идут стучат в его жизнь причем перемены очень серьезные если не сказать глобально я не буду говорить глобальные но серьезные которые повлияют в дальнейшем на его жизнь эти перемены сейчас имеют место быть связаны они с его реализацией мужской так сказать здесь не мне о женщине идет даже речь вообще никак с его амбициями с его какими-то делами может быть карьера может быть какие-то материальные вещи что-то перестало его устраивать что-то его разочаровала в чем-то он разочаровался возможно он принял какое-то решение либо примет в ближайшее время потому что мы ведь смотрим вчера сегодня завтра к примеру может быть там еще какие-то небольшие промежутки времени захватываем но тут такое впечатление как будто сейчас наступает момент истины его ждут новые перспективы его ждут какие-то новые варианты его ждут какие-то новые новые берега так сказать что-то пора ему оставлять и принимать новый шанс от судьбы поэтому здесь сейчас вот такая энергетика идет что-то мужчине нужно оставлять в прошлом и причем принимать решение возможно нуку будет вызывать конфликты его душе допустим либо с кем-то может быть придется поконфликтовать как-то поговорить на каких-то повышенных тонах примеру либо просто уже принять наконец-то решение хватит мучиться хватит сомневаться и начинать какой-то новый путь потому что это по сути шанс то что он хочет оставить нужно оставлять и идти вперед так что вот такая энергетика сегодня у нас вышла так теперь давайте посмотрим думает ли о вас вообще ну еще бы не думать королева жезлов ну что еще думает башни все так хорошо начиналось как говорится на тут жезлов он думает здесь о том что во первых у вас может быть взрывной характер либо у него либо вообще ваши отношения могут иногда вот реально как-то взрываться об этом могут быть мысли он может думать о том что если вы в расставании сейчас да допустим с ним то именно об этом он и думает что вы расстались но вы не хотите его отпускать и в любой момент может быть новый импульс и вы опять будете вместе причем вы можете даже проявить инициативу у него есть такие мысли что допустим если вы с ним расстались по аркану башня здесь если у нас тут жезлов вышел отпустить вы его не хотите сад и он вас не хочет отпустить и поэтому в любой момент может быть новая вспышка страсти новая инициатива и будет очень круто если вы это сделаете сами то есть делаете первые шаг допустим к нему он может об этом думать либо он в принципе у себя в голове вот эти мысли взращивает так сказать они ему приносят какой-то кайф наверное когда он об этом думает вот поэтому мысли здесь у нас вот такие давайте посмотрим эмоции эмоции в отношении вас этого человека какие у нас эмоции аркан влюбленные девочки но он влюблен в вас уж по крайней мере в люблён сто процентов хотя честно говоря аркан влюбленный можно трактовать как любовь поэтому какие чувства эмоций вам испытывает аркан влюбленный у нас выпят девочки да знаю мне часто пишут мы так любим когда вы говорите он вас любит я говорю это не так часто на самом деле а тогда когда мне это показывают действительно искренне и от сердца и это так и есть потому что эмоции по аркану Но влюблённая здесь никак, иначе я трактовать не буду. И не имею даже права. Смотрите, какой здесь интересный и красивый аркан. Он такой, не то мулак, не то метис, не пойму. Она девушка беленькая такая, блондиночка, красоточка. Она вверху, посмотрите. Он тянется к ней, он держит её здесь за ножку. Он старается её достать. Она практически фарфоровая статуэтка великолепная, на которую он практически молится. Поэтому какие могут быть эмоции? Вот такие эмоции есть. Как бы он себя не демонстрировал. Что бы он не демонстрировал. Ой, поваливаются карты. Не буду их много, просто выскочила, не буду открывать. Так, что этот мужчина скрывает от вас сегодня? Кстати, можете посмотреть, был расклад. Что он скрывает от вас сегодня? Я надеюсь, его успею выложить, выгрузить. Поэтому посмотрите, там всё очень подробненько. Что скрывает от вас мужчина? Принжезлов, страсть свою скрывает. Скрывает влечение к вам очень сильное. Скрывает то, что ждёт известия от вас, что хотел бы общения с вами. Может скрывать ещё, знаете, какие-то свои дела в плане обучения, в плане каких-то, может быть, там, я не знаю, переквалификации, допустим, либо повышения квалификации своей, что-то в этом плане может тоже почему-то скрывать. Но больше здесь он скрывает именно страстные порывы в отношении вас. И здесь идёт ещё речь об известиях, о ваших каких-то переписках, перезвонах. Ну, вот так. Так, что мужчина хотел бы вам сказать, но молчит? Это тоже было в большом раскладе. Ну, тут мы добавим, да? Что он хотел бы вам сказать, но молчит? Что-то его мучает, что-то его угнетает, из-за чего-то он переживает, из-за чего-то волнуется, в чём-то винить себя может, допустим, да? Да, но и, кстати говоря, может думать о том, что и вы сейчас страдать можете, либо переживать о чём-то. Но больше здесь, конечно, идёт с его стороны энергетика. Он, он о чём-то сейчас переживает. Что-то его выбивает из колеи, вплоть до того, что даже спать может плохо, сон нарушается. Потому что мысли, мысли, мысли мои, что-то угнетает. Скорее всего, есть для этого причины. Что волнует мужчину? Что волнует мужчину сейчас? Некая королева мечей, что-то связанное с какой-то женщиной, либо старше его возрастом, может быть, мать, может быть, начальница, может быть, если не старше возрастом, допустим, бывшая жена, либо бывает и теперешняя жена, если они в холодных отношениях, с ним отдалились друг от друга, она тоже может выходить королевой мечей. Какие-то вещи связаны с этой королевой мечей. Даже вы можете выходить королевой мечей в том случае, если вы сейчас к нему относитесь вот так, прохладненько. Между вами некий холодок сейчас, либо отстранение, либо, может быть, поссорились, либо расстались, либо еще что-то в этом плане может быть связано с этой королевой. Как он чувствует себя сейчас дома, если вы живете, как у него обстановка дома? Если вы живете в разных домах, вы не вместе живете, как он себя чувствует? Двойка кубков. Но это хороший аркан, неплохой. Должно быть, у него все складывается более или менее хорошо сейчас в эмоциональном плане, в том, что касается именно дома. То есть сказать, что какие-то потрясения, что-то там ужасное, я не скажу, потому что это аркан хороший. И здесь не обязательно, что он там с кем-то в паре, счастлив, где-то там в сауне, в какой-то либо в бане отдыхает с вином, нам здесь не об этом речь. Это просто аркан хороших таких гармоничных партнерских отношений. Допустим, если у него есть члены семьи какие-то, то сегодня у него все спокойно. И либо женщина, либо родственники, либо там дети, либо коллеги, другие какие-то люди. Здесь множество вариантов может быть. Но в любом случае у него, что касается отношений с людьми вообще, то все в порядке, можно сказать. Давайте, наверное, мы все-таки еще уточним, что нам хотят сказать. Что нам хотят сказать? Но тут, по сути, никаких женщин нам не показывают. Здесь скорее идет, знаете, о чем речь? О том, что у него сейчас более или менее эмоциональное состояние, несмотря на то, что о чем-то переживают, что-то его угнетает. Но вот дома ему более или менее комфортно. Здесь показывают его, нам даже не каких-то других людей, а то, что у него некий такой эмоциональный баланс сейчас нормальный. Ну, скажем, сегодня более или менее. Так, давайте посмотрим теперь вопрос, что он думает о вас сейчас, когда просыпается и засыпает. Когда просыпается, когда засыпает императрица и повешенный. Ох, он понимает, что в этой истории с вами он так глубоко и надолго, когда просыпается, здесь однозначно первые мысли о вас. И он представляет вас императрицей. То есть в его мечтах, в его мыслях вы императрица. Посмотрите, какая она здесь красотка. Практически обнаженная, чуть-чуть прикрыта красивой такой тканью, струящейся шелковой, синей. И вокруг нее практически эдемский сад. И ей служат все люди и звери животные, и, пожалуйста, и плодов сколько вокруг нее. И это все вы. То есть вот такие сочные мысли о вас. И с сексуальным подтекстом, прям конкретным. Когда засыпает, у него как раз мысли о том, что он почему-то, мне хотелось сказать, погряз в этой ситуации по ушу. Но это в хорошем смысле этого слова. Потому что выбираться отсюда он не хочет. Он как раз и думает о том, что это надолго и всерьез то, что происходит с вами. Говорит ли с кем-то о вас сегодня и что говорит, если говорит? Да, он может говорить о вас. Может говорить по этому аркану. Не факт, что сто процентов говорит, но может говорить. И слова теплые, нежные. Говорит о вас, как о принцессе Чаш. Как о любимой прекрасной женщине. Слова о вас теплые и хорошие, эмоционально светлые. Наблюдает ли за вами? Собирает ли информацию? Интересует ли его ваша жизнь? Аркан-дурак, я скажу, что он сильно сейчас этим не заморачивается. Если у вас есть дети общие, допустим, может интересоваться, что там с детьми у вас, допустим. И его очень интересно, если вы, к примеру, с ним в расставании сейчас. Он, ваши новые пути какие-то. Просто он думает о том, а не пошли ли вы в какой-то новый путь, а не обновились ли вы, не обнулились ли. Может быть, вы его уже как бы там из жизни вычеркнули и куда-то в новый путь пошли. Новые отношения, либо еще что-то. Вот. Поэтому вот в этом плане, да. Но вообще он сейчас сильно не заморачивается. Нет, он не заморачивается сильно. Что и куда? Может быть, своими делами просто занят сейчас. Так, теперь будет вопрос, что там мы еще не задали. Если вы в расставании с ним сейчас, хотел бы он вас вернуть. Король Пентаклей. Конечно, да. Интересно, что в предыдущем раскладе, который я сегодня делала, про то, что он скрывает от вас. Там он тоже вышел королем Пентаклей под конец расклада. Конечно, да. Потому что имеете ценность, имеете значение для него. Здесь отношение к вам серьезное. Вот. Поэтому, да, хотел бы вернуть. Стоит ли вам сделать какой-то первый шаг, если вы очень сильно хотите сделать его, и вы в расставании сейчас, принцесса Жезлов? Ну, в принципе, можете сделать вы, конечно, шаг какой-то, но ведите себя, пожалуйста, с подчеркнутым чувством собственного достоинства. Не делайте глупостей. Посмотрите, принцесса Жезлов, какая она красотка здесь гордая. Гордо поднятый носик, такая вся в золотом облачении, так сказать. Доспехи у нее даже какие-то золотые. И она очень уверена в себе. Посмотрите, как у нее вздернут носик, как она горделиво смотрит вперед. То есть, если будете делать какой-то шаг, не теряйте, пожалуйста, чувство собственного достоинства. Вот так. Можно ли от него ждать каких-то действий от этого мужчины сейчас? А он никуда не денется, он все равно будет действовать. Почему? Да потому что привязан к вам. Потому что очень огромное просто влечение к вам. Как физическое, так и интеллектуальное, и ментальное. Здесь по всем фронтам мужчина имеет к вам очень яркую тягу. Ну вот хочет он у вас во всех отношениях. Неважно, что происходит. Вместе они, вместе расстались, разругались, развелись или еще что-то. Эта тяга, она никуда не ушла. И если она может там, допустим, под влиянием каких-то факторов уменьшиться со временем, то потом она опять загорается с новой силой. Поэтому мужчина здесь будет делать. Но тут такой человек, ему хотелось бы кому-то из сегодняшних зрителей, этот партнер хотел бы у кого-то, вернее. Он хотел бы так, чтобы сложились обстоятельства, чтобы вы сделали первый шаг, как будто обстоятельства вас вынудили сделать первый шаг самой. Но вообще он его здесь сделает, конечно. Какие-то действия будут яркие, очень интересно. Если же вы вместе с этим человеком сейчас, то ждите от него каких-то действий по аркану силы. Может быть, захочет сексуальных отношений с вами. Может быть, как-то ярко, интересно проявится в вашу сторону. Так, по-моему, все мы спросили. Если что-то упустило, уж не обессудьте, извините. И теперь будет вопрос. А, еще один вопрос. Как вам лучше сейчас вести себя с этим мужчиной? Ну, что-то тут как-то, знаете, это такая очень серьезная, глубокая ментальная карта, в общем-то. Вам говорят, если что-то переживаете из-за чего-то с этим человеком, тем более, если здесь треугольник, либо участие, в принципе, каких-то других лиц в вашей истории, вам нужно над этим поработать. Потому что долго в этом аркане находиться нельзя. Если какие-то переживания есть, если что-то вас угнетает, вот прям поработайте, вам нужно отпустить это. Стараться замещать мысли какие-то сложные, которые возникают о нем, какими-то светлыми, прекрасными мыслями. Но это уже отдельный разговор. Здесь определенные техники есть, как себя правильно настраивать. Но вам нужно в том случае, если вы чувствуете себя несчастливой сейчас, либо что-то вас беспокоит в отношениях с этим человеком, обратите на это внимание, почему, я вам скажу. Потому что вот этот аркан, он влияет на здоровье. То есть, если вы длительно будете в этом аркане пребывать и еще больше себя накручивать, и ничего не делать для того, чтобы из него выйти, здесь может страдать эмоциональное, психологическое здоровье и даже сердечно-сосудистая система. Просто обратите, пожалуйста, на это внимание, хорошо? Ну и теперь будет вопрос только для тех, у кого есть соперница. У кого соперницы нет, не смотрим этот расклад. Этот вопрос, вернее, извините. Прокручиваете просто, либо завершаете уже просмотр, потому что других вопросов не будет. Это завершающий вопрос, заключительный. Итак, что у него с соперницей? Только в том случае, если эта соперница существует. Что у него с соперницей? Есть какие-то планы, знаете, какого порядка? Что-то хотят, либо купить они для совместного дома, к примеру, либо вообще что-то совместно, либо вложиться куда-то, либо какую-то покупку сделать, в общем, что-то связанное с материальными вещами, и у них возникают противоречия по этому поводу. И эти противоречия приводят к тому, что они не приходят к консенсусу, не приходят к единой точке зрения. То есть сегодня у них некое противоборство, связанное именно с этим. Ещё также здесь может быть связано что-то с детьми или с ребёнком. Как будто у них, если есть общие дети, как будто у них разные точки зрения на какие-то дела своего ребёнка. То есть она считает так, он считает так, из-за этого у них какие-то противодействия возникают, приводящие опять-таки к тому, что они друг друга недопонимают. То есть нет здесь общего решения какого-то. Вот такая ситуация сегодня демонстрируется у нас с соперницей. Умеренность, умеренность. Да, вам действительно показывать не зря вышел аркан тройка мечей, вам нужно сейчас поработать над своим эмоциональным состоянием, успокоиться. Если у вас какие-то конфликтные энергии бушуют внутри, либо переживания, либо там сердце щемит от чего-то, вам нужно поработать над своим эмоциональным состоянием. Вам нужен очень здоровый, красивый, светлый такой эмоциональный баланс. Серьёзно нужно над этим поработать. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за тёплый комментарий под моим видео. Если ещё не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую и люблю. Желаю всем счастья, любви, добра, всего самого светлого и прекрасного. Пока-пока, мои дорогие. До следующего расклада.